Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем изучение послания апостола Павла к Галатам. И сейчас поговорим о 4 главе. Послание к Галатам написано апостолом Павлом по случаю того, что Галатийские церкви были осаждаемы некоторыми якобы учениками апостолов Петра и Иакова, которые говорили, что учение апостола Павла — это для новоначальных христиан, это некое подготовительное к настоящей религиозной жизни, которое открывается в иудео-христианском отношении, в исполнении заповедей Моисея, в исполнении заповедей Торы и, соответственно, в интеграции в культуру иудейства, что христианство не может быть тем, которое проповедовал Павел. Павел вас обманывает или, может быть, популяризирует христианство вот таким вот, как им казалось, нечестным образом. Вот апостол Павел продолжает свое рассуждение. Еще скажу. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего, но подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены, вели вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, когда Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Так вот, дело в том, что каждый человек, и для языческого мира это было не новостью, каждый человек может организовать свою религию со своим представлением, что Богу угодно, что он хочет, а чего Бог не хочет. Эта религия будет не Бога откровенной, а человеческой религией. Эта религия будет включать в себя определенную ритуалистику, при правильном совершении которой ты угождаешь создателю, а если делаешь что-то неправильно, то, соответственно, создателю не угождаешь, а наоборот его гневаешь. Такое представление о религиозно-культовой составляющей религии, оно было характерно и есть характерно для некоторых языческих религий, регламентирующих то или иное поведение. Но апостол Павел считает, что Ветхий Завет был детоводителем ко Христу, что до Христа народ, Богом избранный народ, находился еще в младенческом состоянии, да и люди вообще в духовном плане были младенцами. Они готовились к встрече со Христом, и вот когда пришла полнота времени, исполнение времен, Христос сам приходит на эту землю, дабы искупить человечество, дабы выставить их в новом статусе, нас с вами выставить в новом статусе. «А вы, сыны, то Бог послал в сердца ваши духа сына своего вопиющего, Авва, Отче, посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Авва, Отче, о чем же здесь идет речь? Авва — это еврейская транскрипция слова, обозначающего интимное отношение к отцу, то есть папа, папочка. В таких отношениях не мог быть Ветхозаветный человек. Для него Бог — это властитель, который дал определенные указания, которые требуют от последователя или части этого народа Божия, определенные конкретные действия, порядок действий, который должен неукоснительно соблюдаться. Книга Левит, например, запрещает священнослужителям Ветхозаветной Церкви употреблять какое-либо алкогольные напитки во время своей череды в храме Иерусалимском или в Скинии, дабы случайно чего-нибудь не забыть или что-нибудь не сделать не так. Это очень важно для иудейского мировоззрения и вообще для многих религиозных культов. Почему где-то водитель ко Христу? Потому что вот эта вся четкая регламентация сторон жизни человека очень тесно переплетена с действительным детством. Когда мы приходим с вами в школу, нам дают прописи, мы пишем буквы, цифры, мы просто повторяем одно и то же. Чем ближе к оригиналу будут наши повторения, тем будет лучше. Соответственно, когда мы говорим с вами о Ветхозаветной истории и формате религиозной жизни, то здесь имеет место то же самое. Человек исполняет определенные указания, он учится. Он учится быть духовным человеком, он учится всю свою жизнь проецировать на Бога. Точнее, его закон проецировать на каждую минуту своей жизни, на каждое свое действие, какое бы банальное оно нам ни казалось. Но тогда, не знав Бога, вы служили Богам, которые в сущности не Боги. Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным, вещественным началам, и хотите еще снова поработить сами им. Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, напрасно ли я трудился у вас. Что значит наблюдать месяцы и годы? Это связано опять же с религиозной системой и религиозным календарем как языческих религий, так и иудейства. И вот наблюдение за месяцами, днями, праздниками, оно апостолом Павлом ассоциируется четко вот с той как раз таки системой. Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я, как вы, вы ничем не обидели меня, знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны, свидетельствуя вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. И так, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Апостол Павел чем-то болеет. Скорее всего, судя по посланию к галатам, именно болезнью глаз, потому что в постскриптум этого произведения, в подписи послания, он говорит, какими большими буквами написал я вам. А здесь говорит о том, что они бы отдали свои глаза ему во время его вот этого болезненного состояния. Соответственно, скорее всего, это было связано с каким-то воспалением глаз. Вполне возможно, есть и другие идеи по этому поводу у библистов и у святых отцов. «Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос, хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас». Он говорит о ревности по Богу, а также о втором рождении галат, которых искусили. И дальше его мысль апостола Павла перемещается в идею двух заветов и отличие от двух заветов нового и ветхого. «Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушали закона? Ибо написано, Авраам имел двух сыновей, одного от рабы, другого от свободной, но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию». В этом и есть иносказание. Есть два завета. «Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Ибо написано, «Возвеселись неплодное, нерождающее, воскликни, возгласи, не мучившееся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа». Здесь он ассоциирует два завета с Агарию и Сарой. Почему? Дело в том, что почему Сара свободна, а Агарь рабыня? Почему Сара рождает по обетованию, а Агарь по плоти? Ведь и та, и та рождают от Авраама. Там не было места бессеменному зачатию. Но здесь речь идет немного о другом. Сара в отношении к Аврааму жена, а значит, она ему почти что ровня. Она не рабыня Авраама, исполняющая все его повеления. Она его супруга. Поэтому мы видим с вами, что и общается она с ним, так, как общается супруга. И слушает Авраам свою жену, так, как слушает муж свою жену. Далее. Почему по плоти и по обетованию? В чем различие этих двух состояний? Сара рождает в то время, когда она уже думала, что родить ей не получится вследствие ее возраста. Агарь же рождает обычным, естественным путем в обычный детородный период. Поэтому, да, она рождает по плоти. Да, она раба. И сын рабыни начинает насмехаться над сыном обетования, то есть Исааком. Соответственно, есть два завета. Один завет регламентации, один завет по плоти, то есть тот, который регламентирует именно жизнь по плоти человека и через плоть ведет к духу. А другой завет свободы. Для Нового Завета и для Писания апостола Павла в частности это важная идея. Отличие Ветхого и Нового Завета, отличие этих отношений с Богом. В чем оно заключается? Во-первых, в том, что Ветхий Завет это завет регламентации, мы уже об этом сказали. А Новый Завет это завет свободы, это завет инкультурации, когда Бог или весть о Христе, благая весть, входит в культуру определенной страны, определенного народа. И в этой культуре начинает по-другому себя вести. Не деметрально противоположно. Это не значит, что у одних поместных церквей можно убивать, а у других нельзя убивать. Речь идет совсем не об этом. Речь идет о том, что христианство никогда не вносило чуждую этому народу культуру. Оно скорее христианизировало то, что есть. Поэтому даже некоторые языческие праздники были перекрыты христианскими праздниками или священнодействия так называемые языческих народов были охристианизированы и соответственно уже отвечали требованиям именно христианского богослужения. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободный. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. Христиане дети Сары. Христиане призваны к святости. В этом основная тема, основная идея 4 главы послания апостола Павла к Галатам. Спасибо за внимание. Храни вас Господь.